Меня зовут Марина Кузнецова, я являюсь маркетологом и продюсером образовательных проектов, мне 33 года. Задумываться о том, когда стоит пользоваться косметикой для себя, я начала год назад, прям активно, потому что до этого не было примера в семье. Моя мама всегда пользовалась кремами, но мне это было неинтересно. Но моя лучшая подруга делала это каждый день передо мной, и я видела, как у нее классно молодеет лицо с каждым днем. И стала, наверное, в некотором смысле завидовать, потому что мне показалось, что я тоже так могу. И это достаточно просто. И, соответственно, я начала потихонечку, аккуратненько рядом с ней подстраиваться, наносить крема, наносить уход. И, в общем-то, втянулась, мне нравится, мне нравится то, как выглядит мое лицо, и нравится то, как я выгляжу. Наверное, то, что так много производств в России есть, о которых мы, в принципе, не знаем. То есть есть какое-то шаблонное стереотипное мышление в голове, на которое мы постоянно ориентируемся. Есть бренды, которые сегодня тоже называли, и я заметила, как действительно там сушилось мое лицо. Ну, то есть от незнания, от того, как мало информации мы сами можем найти, и как мало информации мы в целом интересуемся ей, возникает вот этот вот такой вау-эффект, что, о боже, как много всего классного можно на себе применить, и как можно о себе заботиться. Запомнила то, что цена и качество не всегда равноценно тому, что мы наносим на свое лицо. Запомнила то, какие составы лучше всего использовать, что должно быть правильное соотношение воды, пептидов, гиалуронки и всех остальных компонентов. Мне очень понравился подход девушек в том, как для них важно качество и тот эффект, который будет их косметика, да, дальше нести в массы. Вот, это прямо мне очень сильно отзывается. Никогда, никогда не читала состав, когда покупала косметику, потому что, что для меня все эти аква, PH, абсолютно ничего такого не... Ну, ты не понимаешь. То есть ты просто идешь по рекомендации, там, друзей-друзей или какой-то рекламы, которую ты видишь. Мне сейчас даже внутренне хочется это изучать, но, опять же, я понимаю, что я, наверное, вот автоматическими реакциями вряд ли смогу это прямо отслеживать постоянно. Поэтому классно доверять брендам, которые вот по ценностям совпадают, да, не только по качеству. В молочке мне очень понравилось то, что когда ты его наносишь, очень приятно, оно так впитывается и нет такой вот липкости неприятной на руках, да. Есть очень приятный запах миндаля, для меня вот почему-то почувствовался такой, хотя наверняка нотки были разные. Мне очень понравилась салфетка, которой мы, да, снимали вот первую уходовую историю. И мне понравилось то, что потом ты такой действительно чувствуешь такую свежесть. Дальше мы воспользовались сывороткой и кремом, и мне понравилось, что быстрая впитываемость такая, что мое лицо нормально отреагировало. У меня там не появились какие-то поры, не появились какие-то жирные эффекты, да, что там буквально 3-5 минут, и все это прекрасно впиталось. Что дальше моя косметика, которую я наносила на себя, что она классно ложилась, что не было каких-то вот таких, бывает, у меня у мамы такое было, когда намажешь какой-то крем, и потом ты такой катышки с себя снимаешь, ужасное ощущение. Вот, вот, очень понравилось то, что здесь такого не было, и что действительно очень приятно и тактильно, и по запаху, и по ощущениям кожи. Честно сказать, когда я услышала про то, что можно заменить, да, свою текущую линейку или там ее как-то дополнять внутри своих составов, мне вообще первое внутреннее желание было сразу выкинуть со своей старой крема, потому что первое, что захотелось, это проверить их на состав. Как раз второе, о чем я подумала, что мне внутреннее хотелось бы не только у себя, но и у моей мамы. Как я сказала, да, вот все равно все идет от семьи, наверное. Ну, соответственно, выкинуть весь ее, этот странный уход, и дать ей хорошую возможность ухаживать и заботиться о своей коже, да, потому что мы все как бы в первую очередь заботимся о себе и о своем здоровье, и о том, как мы классно выглядим в людях, вот. Поэтому мне захотелось все выкинуть. Средний ценовой диапазон, который я трачу на крема, на умывалки, на все остальное, ну, одно средство от, там, 6-7 тысяч рублей. Я осознанно к этому шла вот как раз за год, то есть изначально, там, когда-то я покупала, там, что-то за тысячу рублей, две тысячи рублей. Потом я поняла, что это то, что в частой массе ты такой снимаешь себя просто, как этот, как змею с лица. Сейчас это от, там, 6-7 и дальше бесконечности. Последняя закупка у меня была в районе 30 тысяч, я потратила на то, чтобы уходовую какую-то, да, там, вариацию вот этого дневного макияжа для себя собрать. Последняя у меня были такие ситуации с масс-брендами, которые рекламировали, да, там, какие-то блогеры. Ты такой идешь на рекламу в надежде, что, боже, у меня тоже так получится. И в итоге, ну, к сожалению, эффект был не такой. Такой думаешь, может, я не модель, может, я недостаточно хорошо для этого. На самом деле, ну, бывало и не раз. Сейчас процентов 75 из 100 — это то, что я потом дарю своим подружкам и предлагаю им попробовать, вдруг им подойдет. Вот, наверное, такой формат. Из всего, что мы сегодня попробовали, понравилось все, скажу по-честному, да. То есть я точно бы, ну, чаще пользовалась умывалкой, потому что для меня это такой наиболее часто используемый, да, формат. Вот, каждодневного ухода за собой. Но мне захотелось прям вот взять себе, взять маме, взять подружкам уже целая история с тем, на какие праздники можно было бы подарить и записать виш-лист для своего молодого человека. Запах мне очень понравился. Вот я говорю, что я почувствую такие где-то ореховые нотки, где-то цитрусовые, где-то немножко такого молочного формата, сливочного. Ну, то есть вот прям по запаху восторг. И мне кажется суперкруто, что у нас появляются такие бренды, которые приятно не только наносить, но и чувствовать их. Мне больше всего подходит эта косметика, но я уверена в том, что моей маме тоже подойдет, потому что прям вот я чувствую по ощущению у нас с мамой схожий тип кожи. И мне кажется, что ей бы тоже сейчас, с учетом того, что она лет на 20 старше меня, было бы приятно за собой так ухаживать и чувствовать такое вот легкое увлажнение. То есть я чувствую, что у меня нет стянутости, хотя достаточно часто такое появляется после использования разных косметик. У меня возникла ассоциация, когда я открыла крем, что это какой-то цитрусовый или вот, ну вот я говорю, что за счет того, что запах такой очень приятный, не возникло ощущение отторжения. Даже с учетом, я здесь не только про крем скажу, наверное, еще и про сыворотку, да, то, что она тоже часто рекламирует прозрачную, она немножко такого молочного цвета. У меня не возникло вот отвержения того, что я на себя что-то непонятное наношу. То есть вот за счет того, что красивая упаковка, вот этот вот такой эффект немножко магии, да, как у любой девушки, ухода за собой, мне все очень понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok